Теперь следующий момент. Вот история страны, она жестока. В свое время поехали сайногорцы, которые получили четырехсоточные и шестисоточные участки, поехали, а ближе не было, в Минусинск. И вот человек привозит оттуда грушу. Потом 30 лет она была несъедобная, потом была бензопила. Вот. Вот тут действительно, как умудрились продать неприметую грушу. Человек лет 10 ждал первого раза. Еще 20 лет плевался. Потом сделал, кстати, вот этот забор, это мой забор, то есть с той стороны. Ей не пришлось долго это самое. Вот. То есть мне вся наглядная история, это мои соседи. Видите, в чем дело. Вот. А теперь возьмем с него семечко. Ну, вырастет полудячок. Наверное, пригодится, как этот полудячок, пригодится, как подвой. Но. Вот это было. И вот получается на таких примерах-то. На таких примерах-то. Вот и вот, 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 вот. Из костяки вырастет дичок. Но. Возможность найдена. Найдена, чтобы вот это у них повторялось, да. Возьмем мою грушу. Самые сладкие, допустим. Бесная красавица. Осенний Яковлев. Вот. Память Яковлев. Самые сладкие. А они же рядом, такие же груши опыляют. И только осталось у меня две дикие груши. Две дикие груши. Причем они разбросаны в одном конце сада одна, а в другом конце сада другая. И теперь я умудряюсь продавать семена со сладких груш. Вот. А люди хотят. Помните? А я не хочу. Вот же. Я вообще не выдумываю. Это ж я фотографию сочеляйте, сочеляю. Весной хочу выписать косточки груши. Ну, ей не повезло. Я ей не советую вот уже из-за этого. Старое русло это... Ну, а если бы не старое, если бы нормально, если бы давать и 10 метров. Груша найдет воду. У нее стержневый корень, да. Ну, будет ли у нее вот это вот, у моей груши? Ведь когда эту грушу, она выросла, она была не привита. Минусинская привезла, не привита. И когда она, значит, росла из семечка. У семечки, наверное, был папа. А папа был, скорее всего. Но откуда была там 40 лет назад, в Минусинске, взяться чему-то путнему? Ну, вот такой же уровень. И вот что получилось. Топор и больше ничего. Единственное пользование от нее, что я на таких примерах рос, развивался. Есть такая особенность. Видеть то, чего никто не видит. Капли воды, увидеть Вселенную. Это прошло 40 лет. Вот топор. А вот это альтернатива. Очень известный, на тот момент известный садовод. Так получилось, что мы обменялись статьями. Не буду фамилию назвать. Вот. Статьями. При саденном хозяйстве. Тогда 3 миллиона подписчиков было. Он напечатал статью абрикосовой парадоксии. А я прочитал, и я напечатал там статью под названием абрикос. Бросок на север. Из вас, наверное, конечно, всех читалов. Из ветеранов. Так. И. Потом была дискуссия уже в Сибири. Уютно для меня. Я дружил главным редактором газеты фазенда. Ну, 70 тысяч рублей для Сибири. Это был рекорд. И. Мы тоже обменялись статьями. Я и он. И он в конце своей статьи. Как я не убеждал на своем. Он стоял на своем. Он все равно написал следующее. Гаврил Константинович. Все-таки. Займитесь выращиванием семян и скрещиванием. Вот это я правду. Она сейчас у меня есть в архиве. Но время прошло. Я до конца убедился, что если бы я начал в 70, я бы получил вот это. Это еще не старая фотография. Но после этого дерева была огромная. Перед всем попросим. Сколько дров? Хоть поздно. А вот это моя нарядная фибра. У меня было три. Две я загубил прививками. Ой. Обрезками на заготовку щенков. Молодости. Они прекрасно плодоносились. А третье потерялась бирка. Когда она заплодоносила? Вот. Перевал на усыническую грошу, как положено. Вот. Я убедился, что... Ну, давай, давай хоть это сберегу, решил я. А те еще были живы, но уже умирали. Я с ней брал щенки. А с этого не взял ни одного. Результат. Двадцать лет. У меня... Я могу вам представить десяток фотографий. Я не каждый год фотографировал. Но поверьте, это донасло. Двадцать лет. Дерево уже имело вот примерно такой объем. Такой рост. И такие урожаи. Это немыслимо. Это немыслимо вообще, казалось бы. А меня известнейший ученый призывал братья Семен и заниматься. Но он-то считал, что я так продвинутый любитель. Довольно грамотный, шутка леется. А статья не обменялся. Это в газете. По нему не зауважают железо. Но тогда получается, что... Разве я себе не привык? Я имел бы это. Сколько они... Двадцать-тридцать метров. Двадцать-тридцать метров. Да. Сильно крупные. Да, сильно крупные. Вы знаете, один из секретов. Я не хотел это говорить. Я что-то опять ни черта не успею. Даже до середины дайте. Все, все, доклады. Вот. У меня тут две груши. Вторая шварок. Между ними яма была. Полтора до полтора до полтора. Два года наполнял ее. Братовыми отходами. И как эти деревья погнали в Русь. Я с тех пор и до сих пор... На этих примерах у меня еще другие примеры есть. Я же каждый год два яму рыл. Каждый год два яму рыл. И заполнял отходами. Я нагнал до того, что с города возил. Хочешь, несколько пакетов. Некоторые даже попахивали. Но я привозил и кидал в яму. Посередуя. И вот это вот, то, что бытовые отходы. Это богатейшая фабрика, чуть не сказал, витаминов. Да, и витаминов тоже. Богатейшая. И не нужны мне никакие минеральные удобрения. Ни фосфорные, ни азотные, ни натриевые, ни калевые. Вот. Ничего мне это не надо. И не надо никаких химикатов. Потому что, зачем дерево? Вы посмотрите, даже здесь. Вот. Она же не молодая. Согласный. Где тут нажать-то? Сейчас. Где тут нажать-то? Как-то у нас делалось вот этим. Где плюс и минус. Хотел увеличить размер. Чтобы увидели, что листово ни одного больного листа нет. Ну, так, поверьте мне. Не могу увеличить. А ну-ка, может, вот так нажать. Ага, да, вот теперь могу. Смотрите. Ну, давайте искать больные листи. Ну, ну. Зачем им это химикат? А здесь получается так. Не имея понятия, что нельзя... Нет, не так. Не имея понятия, что у этого дерева нет. Уже суховечка появилась, да и черстнее. Это отдельно на 20-й год плодоношения, да. Вот. Есть, конечно, свой возраст определенный. Вот. Ну, назовем это уже не старость, не старость, но назовем это уже вторая половина жизни. И вот получается, что если взять грушу, помните, 6 обработок, за один год. Помните, каждый месяц резать. А человек не отдает себе отчет, что если груша здоровая, зачем их 6 обработок? Первая профилактическая, ранее весна, потом вспоминаем, до, цветение, после цветения. Вот. И вот это все... А люди-то не понимают, они обязательно все это накупят. А я для чего такие примеры привожу? Удачная прививка. На усмиршку грушу, вы уже знаете, что я за это. Меня... Я не считаю себя выдающимся. Меня просто везло по жизни. Ну, как нарочно. Уж если я, это самое... Соседка, старушка... Да привай на... И что-то, мол, на рынок пойдешь. Соседка говорит, Валера, она тогда уже молченится. Последнее покажу детей, говорю, я буду. Вот они, сибирки, плоды. Вот размер плодов. Даже как на мизинце. Вот. И давай на них привать. А я же заслуженный этот самый рационализатор в городе Норильска. Что мне было делать? А? Сказать? Там в лесу привал. И немножко это... Как называется? Маскировал. Думаете, все пошли? Там еще сейчас прошло. Ну, что-то я выкапал в сковом земле. Приезжал на терешке. И сразу, они расти сразу за крайним домом. Терешке привозил, садил, все. Я умудрился. Причем заметил, насколько это эффективно. Попробовал. Куда денешься? И я или лучший изобретатель Норильска, или кто? Я беру. Когда сады, сады, я остался ни с чем. Вот. Я этой же весной поехал. Опять. В этот же ближний сад. Вот. То есть, ну, какой сад? Оговорка по краю. В это же самое. За детьми с сибирками. Они там ковром росли. 500 штук привил. 500 примерно. Ну, может, несколько не прошло. Уже не там. Это были эксперименты. В ровсаду. Привил осенью. По 500 рублей продавал. 500 на 500 светит миллион. Ну, вот, пустой карман. И это способен этот самый. Другой человек так, естественно, так делает. Вот. Для этого можно просто, ну, как сказать, не верить вот этой чертовхеде. Не успел родиться садов. Если он считается заранее больной. И он уже опрыскивать, еще не зная ничего, посадил, начинается опрыскивать. Мужик, который в этом самом держал саженец в этом. Телеканал. Усадьба, да? Держит 100-мутрометровый саженец. И целый метр отрезает все нижние ветки. Держит 100-мутромка. Вот это вот. Корни жалкие. А это кто будет кормить? То же все искоречено? Как будет сок подниматься? И вот для них-то как раз искоречен придуманы вот эти 6 обработок. Апрель, май, июнь, июль, ау, сетябрь. Поняли? Это минимум 6. Было и... Помните, я вам читировал? Было и 8. Ну, вот я говорю. И вот... И почему он у меня такой? Да, не связал сиренки. Если бы связал прачу, знал бы. Сохранилась бы вверх, а не было бы этого дерева. Представляете? Друзья мои. Смотрим дальше. Это те урожаи, что с хрен соберешь. Но главное, а здесь что-то другая. Это учеба. Не удалось собрать урожай. Мне всяко бывало. Куда их? Солить, что ли? Не удалось собрать. Не сметь прикасаться. Никаких страшных там этих историй, что там зимой зловредные насекомые и сожрут дерево. Сожрали? Вот. Никаких этих. Не ваше, не мое. Все вернется в дерево. Все. Найдясь этих плоды, когда они в таком виде. Вот. В них полностью исчезает кислота. Остается только одна глюкоза. Красота. Пир для всех. Я вам показывал фотографию. Искор, гул, пчел, ос. Вот. Все это сжирается, потому что у меня еще гуще, чем тут растут. И абрикосы ковром, и груши ковром, и сливы ковром. И все это не наше, не сметь. И никакого дичания не будет. Потому что не считается, что это все выгрести, а потом еще пофиг перекопать. Можно на культурное дело. Это будет больное, ребята, дело. А не культурное. Я боюсь посходить там в той основной теме. Может быть еще. Я обещал человеку. Посмотрим.